друзья всем доброе прохладное утро сегодня четверг у меня на календаре 25 июля я начинаю свой очередной влог что у нас сегодня будет мы с вами как обычно определимся с моими заданиями дня потому что это очень продуктивно и результативно это мне подходит также я вам расскажу о стартах почему расскажу о стартах здесь у меня в этой моей волшебной косметички лежат бумажки и их всего осталось раз два три 4 5 6 7 8 8 потому что 9 у меня было помните я довязала снуд сейчас сюда же положу капор напишу капор потому что он у меня уже написала все 9 бумажечек отправляю обратно пока их 9 одна из которых старт мы это помним держим в уме дабы наш рассказ дальше шел плавно как реченька течет так что я делала вчера как раз таки вязала капор поэтому мы его сегодня уже со старта убираем имеется ввиду если выпадет старт я уже его вязать не буду я буду придумывать что-то новое но если не выпадет старт начни выпадет в общем смотрите что я тут сделала вывязала у меня была вывязана только горловина до вывязана кетлевка и дальше я вывязала росток перед и спинку у меня все готово теперь мне нужно объединить это все в круг и закрыть аккордом я знаю как это вяжется да я уже не смотрю в мастер-класс там я вязала немножко по-другому убавки делал ритм убавок делала по-другому потому что если это предназначено моей маме то ей нужно более широкую часть здесь до соответственно убавки здесь я делала другим ритмом то есть не резко сокращала а плавно сокращала чтобы держать ширину до из со стороны спины и со стороны переда хотелось бы мне сегодня вот закончить саму манишку чтобы она у меня уже не было в таком расчлененном виде сам капор уже начинать в игре но посмотрим идет очень легко там спицы номер пять да ну то есть прямо от махайки махаешь и махаешь как говорит мой сын так и у нас там есть бумажечка старт и она меня всегда смущала в последнее время потому что находилась я всегда в вам наверное слышно микрофон надо поправить в процессе каком-то да вот этом ремонта отпуска чего-то и вот бегать и искать свои какие-то идейки до которые хотелось бы реализовать в ближайшее время их много они где-то где-то витают нигде не записаны не лежат в одной кучке пряжа лежит в разных местах это надо ходить искать и наборы лежат хоть и в одном месте но там далеко далеко в общем в процессе еще я все чтобы каждой каждой вещи было свое место да но до этого еще далеко и вот сейчас я побегала все собрала приблизительно то что мне хочется начать сейчас сразу скажу лето здесь уже не будет практически потому что летних изделий я не хочу я уже целенаправленно иду к осени и так у меня вот тут такая корзиночка мама плела замечательные все мне сюда прекрасно поместилось и вот я хочу пригласить вас немножечко посмотреть что же будет у меня или начнем с заданий давайте наверное задание быстренько выберем сразу все это уберу и посмотрим что я в ближайшее время буду начинать да если будет выпадать старт вот будет выпадать или нет мы сейчас посмотрим все перемешаю и достаю одну бумажку полчаса ой это будет попутного ветра так попутного ветра полчаса час час это будет маяк от dimensions маяк один вышиваем сегодня от dimensions и полтора часа полтора часа это будет это будет носки вот так распределилась сейчас все это дело все это дело все положила все положила все это дело принесу и вам покажу итак друзья попутного ветра вот он такой сейчас буду заполнять вот этот вот парусник здесь ну как какую ниточку найду как обычно да пока ее не завершу там и буду вертеться вертеться крутиться полчаса конечно это маловато для этой работы но с учетом того что она давно не выпадала это был пятый день игры когда она последний раз выпадала сегодня уже девятый день игры поэтому даже полчаса это прямо таки удача а с учетом того что я сейчас потихонечку разведу надеюсь разведу кучу процессов удача это будет прямо ключевое слово каждого из моих процессов так следующее у нас маяк от dimensions а вот он пока чуть-чуть очень удачливый он прям каждый день выпадает то на час то на полтора то на полчасика и так заполняю вот этот вот кусочек смотрю какие здесь есть ниточки и заполняю ближайшие ну а вообще если вдруг так получится что здесь все буду заполнять скалу сюда вниз потихонечку теперь уходить потому что хочется мне видеть еще один уголочек да так у нас это час и полтора часа носки они не выпадали мне кажется очень давно это был четвертый день игры да это был четвертый день игры а сегодня 9 я вижу из остатков пряжи носки летние как раз таки они вот подходит под летний состав это я вязала футболку красивую красивущую я ее ношу и это остаток от скажите мне от моего пледа дорожки я вам тоже показывала это лори не натуральный состав но она очень хорошо тянется прикольная смотрите тоже и пяточка такая будет тягучая тянущиеся в общем здесь у меня идет теперь вывязывание стопы да будет клин подъема ну я думаю что за полтора часа я должна управиться с одним носком то точно если уж не начать 2 носок ничего не записывала придется заново считать но тут немного понятно я вижу по одному и тому же принципу так все все показала на чем буду сегодня работать течение дня дорогие друзья давайте отвлечемся буквально на одну минуточку хочу рассказать вам о находке этого лета что же я такого интересного обнаружила думаете вы а я вам расскажу это крем волшебный крем называется он лес от фирмы голодные лешие это фирма российского производства противовоспалительный крем для тела он же считается питательным потому что на самом деле он действительно такой знаете жирный в чем же и прелесть этого крема и все дело в том что я вам же рассказывала что мы этим летом активно отдыхаем и отдыхаем везде с ребенком ездили на природу обжегся у костра ездили к морю обжегся на солнце ездили в санкт-петербург дотер мозоли прямо до кровищи можно сказать и везде нам помогал этот волшебный крем опробовали на себе пахнет он такими знаете лесными травами такой вот прям он насыщенный аромат кажется что целебный вот как будто даже запах целебный подходит также для просто питания до кожи потому что он действительно такой жирный но впитывается достаточно хорошо очень хорошо подходит лично для меня для локтей я всегда работаю за столом локти всегда на столе да и это у меня очень проблемные места опробовала на себе мне очень понравилось поэтому я вам искренне рекомендую этот крем артикул я оставлю в описании также оставлю в описании ссылочку на этот крем что еще можно сказать о нем он действительно подходит для всей семьи и для детей и для взрослых хочу заказать еще родителям в деревню пусть будет потому что там тоже постоянные ссадины царапины то мы с велосипеда упадем то еще что-то то занозу поставим в общем обладает противовоспалительным эффектом поэтому думаю что маме тоже подойдет например помазать ей коленки я говорила да что у мамы болят коленки попробуем еще и там но в основном фирма производитель заявляет о том что это помогает от ожогов ссадин напрелостей для детей и взрослых обратите внимание вещь хорошая всю информацию продублирую в инфобоксе а теперь приглашаю вас приглашаю вас у нас еще 15 минут можно поболтать приглашаю вас посмотреть на те старты которые я в ближайшее время буду начинать когда мне игра будет говорить оля стартуем даже если это будет и знаете еще такое правило будет такое негласное если старт выпадает сегодня я начинаю крупный процесс и понимаю что там я связала две три два три ряда или вышла буквально там 200 крестиков то если он выпадет завтра до этот же но слово старт то я могу по своему собственному желанию продолжить предыдущий старт или начать новый как пойдет вот как будет мое желание но один раз вот я вот таким образом могу сделать потому что действительно иногда это просто не серьезно да там связал образец и связал два ряда это как-то ну совсем не серьезно так все поехали первое что у меня здесь лежит это три моточка пряжа анта она мне приходила на обзор мне нужно снять во-первых обзор на эту пряжу но она тактильно даже очень приятная я тут хотела кое-что из нее связать да но передумала и вот теперь я думаю может быть может быть а может и не быть как же быть в общем такие у меня думки задумки на нее она очень мягкая нежная классная и по-моему юля быченко говорила с канала вязание я что это пряжа правда очень хороша но вот для каких целей она будет хороша покажет только образец да то есть или я ее пущу в какое-то плечевое изделие значит я и поищу компаньона этой пряжи и это будет нечто такое так у нас что тут так у нас здесь составе стопроцентная альпака альпака 150 метров 50 граммах 450 получается да у меня 450 метров 450 и если что-то добавить или к ней в общем тут знаете вот еще пока бегаю но мне кажется мне эти оттенки вот прям в этом году я опять перешла в каким-то бежево-коричневым оттенком они мне очень нравится посмотрим может это будет шапка может это будет какой-то другой аксессуар может это будет вообще не аксессуар может это в ансамбле заиграет какой-нибудь но условно говоря круглые кокетки почему бы нет я пока не знаю дальше следующий старт то есть тут прям буду думать потому что буду снимать обзор на пряжу а когда я снимаю обзор на пряжу я уже предполагаю что из этого получится когда вижу образец так здесь салфетка и у меня эта идея с не моя идея не моя где-то я в пинтересте наверно как обычно картинку нашла посмотрела футболка а на футболку прям вырезают такой полукруг и здесь сшивают какую-то там салфетку это стопроцентный хлопок а вот это единственное мне кажется летняя пряжа которую тут будет но такая чтобы прямо вот здесь у меня есть два моточка вот такой вот пряжи от сиам да она по-моему идет силк твит называется 65 мериносовая шерсть 35 шелк и 175 метров 50 граммах ну как бы 175 150 тоже смотрится красиво да если подойдут но эта пряжа грубоватая а это более шелковистая и они могут друг другу не подойти но смотрится смотрите да красиво если уже вот так вот образец связать посмотреть мне кажется это пряжа будет раскрываться хотя может быть знаете как я составлю обзор и на эту пряжу и на эту пряжу сравню образцы и тогда у меня уже ну как бы почти жилетка вырисовывается останется найти еще какого-нибудь компаньона да и тогда может быть вообще какого-нибудь полосатика можно замутить если говорить о плечевом изделии но вообще я ее достала не для этого хочу она очень хорошо подходит под одну задумку видела тоже на просторах может быть нельзя грамма я не знаю туда редко захожу по-моему там буденовка или как эта шапка называется знаете такая с отворотами интересным вот я хочу немножечко ее переделать может там даже описание слушайте если нельзя грамм скорее всего у девчонок есть описание а я буду вязать по картинке по-своему и вот нечто такое может быть будет тоже интересное просто знаете не всегда же понятное дело что у меня классических шапок очень много я как змей корыныч но иногда очень хочется повязать нечто такое невероятное интересное быть может даже слегка молодежная да ведь у нас вязальщицы это не только 35 плюс но есть очень даже молодые активная зазорная до вязальщицы которые с удовольствием будут носить такие вещи и для них тоже нужно вязать может быть даже какой-нибудь мк лайт составим потом ну до этого далеко я просто показываю пряжу что я ее достала и хочу из нее повязать далее у меня нет вообще мужских носков опять не от них то есть если вдруг что кому-то что-то подарить например надо и денежку положить в носочек ну нет у нас например условно говоря конвертика чтобы подарить да а носочек будет и туда денежку положил пошел на мероприятие вот тебе пожалуйста подарок надо вязать у меня таких два матка ирина поможет присылала мне с wildberries но обычная дали за супер ваш комфорт тут у нас 420 на 100 такая вот мужская расцветка где-то 42 43 может быть размера нужны мне носки далее у меня тут лежит пряжа вот такая вот так она и лежит здесь у нас вот он год по моему я вязала сыну свитерок cotton gold alize здесь идет по метражу по метражу здесь идет 330 метров 100 граммах а это у меня а это у меня мерингу мерингу серия премиум тоже вязала сыну нового он из этого свитерочка мне кажется вырос потому что я вот так посмотрела сейчас но рукава мне кажется уже совсем коротки а я не люблю довязывать вот это вот знаете и серия вот сейчас движу он еще годик поносит да зачем я новое свяжу чуть интересное что там вязать там 50 шерсть 50 акрил 380 метров по ощущениям это пряжа чуть потоньше но у меня же есть еще тоненькая тоненькая тоненький меринос из которого я вижу кардиган да и там у меня пряжи много я могу подмешать например ниточку и вот это вот я хочу соединить до бульдога с носорогом полухлопок с полу шерстью почему бы нет будет свитерочек до полосатик например полосатый свитерочек я думаю будет шикарно что она у меня лежит тут остаток там остаток непонятно когда все эти остатки и куда на полноценное изделие уже не хватит на полноценный джемпирог ему не хватит да или связать впритык а ну нам надо я свяжу сразу чуть чуть побольше тут пряжи будет предостаточно так пухнорки это я достала к тому проекту вот эта пряжа у меня лежит я мама у меня просила манишку такую чтобы знаете вот горну шею хорошо прикрывала спину хорошо прикрывала то есть пряжи нужно приличное количество пряжа должна быть не колючей это ключевой момент я понимаю что этот цвет немножечко не и и но это же будет под курткой его будет не видно максимум что будет видно совсем чуть-чуть вот тут это там идет горловина и скорее всего нет цвета сами по себе мне нравится очень здесь газал хэппи фит триста тридцать метров 100 граммах супер мерина вул в мире нос и 25 полиамид а здесь колизе колизино наверное лавита тоже супервоз шмирина тролливали все то же самое тоже 330 метров я вот эти ниточки хочу соединить ну то есть условно да это будет там горловина обработка планка а вот это будет спинка и перед ну к примеру да это очень нежные мягкие ниточки поэтому я думаю что все должно быть прекрасно просто они лежат давно для носков мне их жалко потому что вот такие носочки они скатываются быстро выглядят они вначале хорошо а потом как то вот они теряют свой лоск в носках именно да потому что носки это такая вещь которая очень сильно трется так и еще у меня здесь лежит но это может быть скорее всего сейчас опять жара начнется мне не захочется вязать из китайского кашемира это китайский кашемир от фирмы атрика 50 кашемир 20 шерсть 30 искусственная волокна 320 метров 50 граммах здесь мне просто интересно повязать из этой ниточки вместе с ней идет катушка как и в пухе норки на пух норки он прям торчком торчит пуха норки даже не в стираном виде а у кашемира ничего нет он такой гладенький то есть он после этого должен преобразиться и мне здесь тоже хочется снять обзор на пряжу попробовать ее в образцах и начать вязать джемпер у меня 5 мотков но вот так вот лежат тоже смотрите как красиво боже какая прелесть так у нас здесь 320 метров а здесь уже забыла 175 ну я скажу что нет это пухленько а это лысенькая но может после этого все изменится конечно не знаю так по вязанию это все ну то есть вот это вот все мы будем вязать довязывать перевязывать по вышивке хочу начать ближайшее время вот этот вот сюжет пусть их будет много игра продолжается будет о чем нам с вами каждый день говорить вот такой вот сюжет это будет 2 серии один веточка у меня выше то вот этот говорят самый сложный из этой серии их здесь 4 штуки знаете какого у меня нет у меня нет вот этого по моему в стакане который веточка вроде у меня есть до вот этого в стаканчике у меня нет но я его потом закажу себе когда уже вот этот дошью и буду понимать что да действительно я хочу вот это все четыре картина оформить и я тогда уже тогда уже куплю и у меня еще здесь лежат кое-какие зарисовки я их покупала на авито я очень люблю маяки просто я фонарию фанатею от них и я покупала остатки вот такой вот маяк и остатки ниток со схемой у меня ниточек много но их и подобрать легко да я сначала буду подбирать скорее всего ниточки приблизительно схожие или может быть это же такие же прям один в один найду своих закромах и буду вышивать значит вот это вот такой вот его я очень хочу он такой яркий светлый и классный потом есть еще два вот такой это мрачный мрачный я пока не хочу а вот этот очень хочу в общем и канву я тоже нашла не знаю подойдет она или нет надо посчитать по крестикам вот канва у меня тоже было в наличии аида по моему 18 что ли они будут совсем небольшие то есть это действительно там просто развлечение ради куда буду оформлять пока не решила дело даже не в этом дело в том что мне просто хочется здесь будет один старт да то есть что-то из этого я выберу а потом потихонечку как с бабульками бабульки еще один может быть это бабульки там где они отдыхают в бане она у меня лежит а сегодня не выпало где закладка у меня маяк закладка лежит они у меня лежат там бабульки тоже участвуют если вдруг захочу могу начать их все друзья это все пусть она у меня вот так вот в этой корзиночке и лежит я сейчас это все накрою поставлю аккуратненько в нужное мне местечко и в любой момент когда выпадет старт я смогу просто достать моточек или достать вышивку если захочу и начать сразу же а не бегать искать это все где-то по сусекам все друзья я пошла работать у меня начался рабочий начинается через три минутки начинается рабочий день мне надо включить компьютер давайте увидимся и там друзья подводим итоги сегодняшнего дня я все успела по заданиям поэтому я большая молодец и давайте посмотрим что из этого всего получилось первое полчаса полчаса провела с этой работой начала заполнять вот с этого угла ушла куда-то сюда одним цветом здесь светло-желтым таким повышевала ближе к бежевому и закончилась то самое времечко но если аккуратненько так посмотреть то видно что вот эту часть начинает заполняться я думаю что если эта работа выпадет в ближайшее время там на час например да то мы уже отчетливо здесь будем видеть этот парусник и это прекрасно пусть потихонечку пусть по чуть-чуть полчаса выглядят как-то так так час о наконец-то наконец-то это маленькая скала она готова вот она у меня здесь спряталась она полностью здесь под зашила здесь есть брызги белым по белому вышивка тоже было но сегодня я заполняла вот этот вот камушек и он теперь выглядит как камушек тут еще будет немножечко бэкстича то есть мы полосочки такие проложим для того чтобы она обрела некую форму повышевала я здесь здесь и в общей сложности получилось почти 300 крестиков почти чуть-чуть не дотянула но ничего страшного 300 крестиков это тоже прекрасно для этой работы потихонечку теперь будем сползать по этой скале вниз конец работы где-то здесь но еще прилично но уже не так много согласитесь пусть участвует пусть побеждает пусть выпадает так час работы волшебные полтора часа спрятались в этом носке ну что хочу сказать я полностью распустила вплоть до начала вывязывания клина подъема потому что широковато получилось то есть если убавки делать в каждом втором ряду здесь очень широко поэтому я убавки здесь быстренько сделала в каждом ряду сократила петли и пошла вязать дальше примерила на ноге смотрится хорошо ну то есть так бы я вывязала больше подошла бы уже к мыску но не без перевязав что называется ничего страшного работа когда-нибудь обязательно будет завершена тем более это вязание из остатков да то есть это мой марафон все остатки извяжу надо будет потом показать вам какие остатки у меня теперь вот в этой коробочке лежат там потому что что я вязала на коленнике вязала тоже ушла пряжа оттуда что-то я еще вязала тоже пряжа ушла и она потихонечку бывает но мне кажется мне туда уже надо добавить остатки которые у меня образовались да так что это у меня остается мы сок я таким делать не буду надеюсь надеюсь мне хватит вот этой пряжи тут еще немножко отвязать до должно хватить и будут только манжеты и пяточка такого вот таким серым а все остальное будет таким хлопковым думаю что будет нормально это такие вот прям домашние носочки условно говоря сезон подошел выброшу вот тут совсем не жалко спасла пряжу да и вроде бы как и изделие получила хотя вот хлопковые носки которые у меня были я очень долго ношу потом они просто вот в этой области меняют цвет даже до от трения и я их уже выбрасывание потому что они износились потому что они свой вид потеряли все друзья мои вот такие вот у меня получились продвижение на сегодня мне кажется но очень даже ничего встретимся с вами завтра с утра в игре я надеюсь вечером я еще из пухонорки закончу манишку если у меня будет на то время и желание но об этом мы узнаем в следующем подключении завтра с утречка пока пока друзья доброе лохматое утро пятницы прям ранее ранее утро у меня еще минут 20 есть с вами поболтать так что у меня было вчера вечером вчера вечером мы прям в дождь можно сказать в ливень съездили в одно местечко местечко это местечковая заказывала рыбу рыбу мурманскую нам везут сразу оттуда как я понимаю везут большими партиями и это не просто магазин рыбы как обычно а это когда ты в совместных закупках делаешь заказ и потом забираешь пункте выдачи этот заказ я впервые заказывала знаете что заказала заказала пельмени и стрески по моему если я не ошибаюсь в общем на дзен если сегодня будем готовить вечером если мальчишки согласятся попробовать эту эти пельмени это блюдо я никогда не ела вообще пельмени с рыбой никогда пишите в комментариях если ели нравится не нравится почему и как я буду пробовать впервые значит ну и заказала рыбу фарш и вот значит эти пельмени съездили потом я приехала домой пока приготовила ужин пока туда-сюда и решила что нужно разобрать документы девчонки я не знаю как у вас но у меня вот такая вот кипа черновиков теперь есть буду писать планы каждый день а все почему потому что оказалось что очень много копий документов я зачем-то делала когда-то вот с этой ипотекой с кредитами с чем-то еще какими-то покупками и все эти копии они хранятся хранятся но зачем они уже нужны уже прошло 15 лет вот все это дело я пока разбирала в общем да к чему я веду к тому что времени у меня осталось совсем мало совсем на рукоделе но но я все же кое-что сделала давайте расскажу а то опять скажите ничего не делала подключилась тут рассказывает непонятно о чем я довязала манишку спрятала кончики теперь мне нужно вязать капюшон да это как манишка капюшон спинка хоть и широкая но по покороче а перед по длиннее тут ушло больше пряжи потому что пошире я вам говорила да что вижу для мамы и теперь мне нужно подсоединить здесь ниточки и начать вязать капюшон вверх все есть в мастер-классе в общем просто отчитываясь что я действительно закрыла все аккордом все оформила все красиво вот будет не если вдруг выпадет значит сегодня начнем капюшон ну и тихонечко читаю книжку ой какая она душевная какая она классная девчонки я рассказывала вам да что там сначала рассказывается о местности а потом о каком-то рецепте из этой местности сейчас вот прям про у нас вишни уже отошла наверное не найти черешни вишня может вишни еще можно найти где-нибудь у бабушек если выберусь хочу морс там есть рецепт морс так ну что друзья мои дорогие немножечко поболтала голос вроде бы поставила дату а то хрипела с утра что-то как-то видимо меня продуло немножко но ничего дело то житейское главное не разболеться так и теперь мы с вами выбираем задание дня что там выпадет так задание на месте вот так вот я сразу же сделаю я каждый раз не достаю все бумажки потому что это муторно ну не хотите не верьте мне хотите верьте я сама себя никогда не обманываю так маяк закладка ну что ж маяк это хорошо тем более я люблю вышивать маяки вы об этом знаете еще и в стартах опа вот выпали они взяли и выпали мы их обратно тут больше ничего нет мы их обратно закинем и вытаскиваем еще одну вот давайте вот эту попутного ветра вы посмотрите что происходит попутного ветра час и самое важное на сегодняшний день полтора часа это это старт старт друзья старт ой засветило наверное старт это будет самое интересное потому что я еще стояла сегодня посуду мыла думаю вот если выпадет старт что ты начнешь думаю если полчаса то что же там начать а если часто уже можно подумать если полтора то было бы очень гениально вот мысли они материальные девчонки мыслить надо прямо вот но я так и не придумал и так и не придумала но я вам вчера показывала да что я собрала все в одну корзинку накрыла это все полотенчиком и сейчас буду выбирать буду думать пока пока отключусь а еще знаю что хотела рассказать а так спорт у меня тоже будет сегодня 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 вчера была тренировка а я думала все коньки отброшу сегодня нет сегодня она будет попроще сегодня силовая а вчера была прыгательная ух ну расскажу вам в отчетном видео о своих результатах от своих эмоциях более подробно так и вчера когда рылась документах нашла значит смотрите какая я была ну как бы вам показать то солнышко солнышко во вставлю в общем фотографию сделаю фоточку здесь ставлю это знаете оставила на память была справка какой же это был год я на втором курсе получала права наверно справка медицинская была и нафуфырилась то я по-моему на первых моих правах тоже это же фотография была такая вся мадам эх молодость и еще знаете нашла копию у меня нет оригинала я нашла только копию я не знаю где оригинал я прям так расстроилась что копия то сохранилась а оригинал не сохранился это моя сестра рисовала нас с мужем тогда еще не мужем обратите внимание у него здесь нимб он ангел нимбы что я сказал то он как ангел а я как императрица вот так и живем ну вот она так увидела это это было нарисовано до карандашом но к сожалению оригинала нет и это август девятого года 2009 года мы с ним познакомились в июне в конце июня а это фотография была от августа но может быть фотография была от июня июля я не знаю но у меня сестра мне вот нарисовала оставлю на память еще надо как-то вот так положить чтобы хотя бы копию не потерять все друзья пойду я поищу все свои шуры муры и подключусь еще раз друзья ничего не меняется как только я сажусь снимать приходит мой чудо-кот и вот он так вот тут сидит ему обязательно надо попить поесть ладно посмотреть в окошко так он ведь чавкает чавкалка кто мне чавкалка иди сюда посмотри сюда надо на улицу посмотреть дел же очень много прямо сейчас в общем друзья ничего не меняется стабильность признак мастерства так маяк сегодня солнечно вчера говорю был так пасмурно пасмурно сегодня прям солнце светит маяк закладка будем переставлять пальца полчаса это немного но все равно продвинем работу работка то небольшая хорошо продвинется настолько насколько продвинется дальше попутного ветра буду вышивать и зашивать парусник вот здесь вот этот очередной да и посмотрим сколько получится пока выглядит вот так но за час здесь ну должно прям под заполнится не все конечно но прям хорошенько должен он под заполнится прям так добротно так и старт я прямо встала рядом с этой корзиночкой вот так вот стояла долго долго смотрела выбирала там же много всего интересного дома наверное свитер сыну начну темная пряжа как раз вот сейчас связать пока тут солнечно пока много света да это удобно но что-то как-то нет хочется на самом деле хочется в следующий раз начнем ее потому что считать не надо эту пряжу я знаю первую вторую а вот манишку маме тоже думаю сейчас начну ну хотя у меня вот сейчас мамин проект вот он да сначала этот бы довязать а потом уже за манишку приниматься в общем стояла я стояла крутила крутила вышивку не рассматривала потому что сегодня ее и так много и друзья мои достала маленький маленький моточек давно хочу повязать крючком так а где у меня футболка то вот она футболка но не факт что это будет эта футболка потому что когда я примерила я поняла что она узковата мне кажется для этих целей в общем так не спрашивайте у меня даже фотографии не осталось я просто увидела где-то на пинтересте наверное может и не там в общем футболка белая обычная и вот здесь вырезается вот этот вот момент аккуратненько и сюда пришивается салфетка так а по цвету вроде ничего чуть-чуть это желтовато чем футболка но даже нет просто оттенок какой-то другой вот я хочу попробовать попробовать друзья хочу это очень интересно да и совершенно другое совершенно что-то эдакое вот буду искать еще схемы салфеток пока буду сидеть вышивать у нас кстати отчет пошел до по совместному проекту сейчас буду смотреть девчонок в общем вот моточек у меня есть и теперь я полтора часа должна найти схему начать вязать попробовать а если нет если вдруг у меня что-то пойдет не так а то друзья буду начинать что-то другое но об этом узнаете уже следующем подключении друзья мои у меня еще есть достаточно большое количество времени но я все успела сегодня какой-то день спокойный на съемки на подсъемки на все поэтому я все очень быстренько успела сейчас я вам все покажу и расскажу давайте начнем и потом отвечу еще на один даже не вопрос в общем поговорим на одну тему так начнем сначала что у нас там был маяк что упало то пропало так у нас был маленький маячок сегодня я тут переставила пяльца и теперь это выглядит вот так смотрите как замечательно да прям об прилипло здесь получается что я вот эту вот линию прочертила и это верхушка маяка она полностью оформилась и повышевала я здесь также вот это скучное небо как я говорю маяк вышивается намного интереснее как и предполагалось чем вот это небо здесь есть необоснованные на мой взгляд бленды которые совершенно похожи друг на друга и абсолютная их не различая не вблизи не издалека но уж как как задумано автором так и будем вышивать да как сколько ли ниточек положено столько будем вышивать вот так выглядит сюжет сейчас будем двигаться потихонечку вниз вышивая маяк теперь здесь начинается все самое самое интересное полчаса здесь было ровно полчаса а вышивки с этого я и начала в последнее время мне так интересно знаете сначала я беру ту работу который полчаса как бы ставлю себе галочку что я уже что-то выполнила затем я беру работу который на полтора часа и потом возвращаюсь к той работе который начал но рассказываю по порядку следующая значит вышивка это унесенные ветром почему-то хотелось сказать попутного ветра вот так выглядит сюжет друзья мои вы только посмотрите на эту прелесть она уж все зашилось полностью все здесь вот в этом паруснике нет никаких прострелов все почему я не знаю очень легко пошла работа прямо знаете как на одном дыхании может быть потому что берешь ниточку сверху и прям знаете плавно вот так вот в бок ее вниз ведешь опять следующую берешь и так плавно в бок ее ведешь видите тут такие как будто бы полосы в ту сторону и очень быстро и легко все пошло но этой работе я уделила где-то час десять наверное плюс минус как-то так мне захотелось дошить вот здесь маленький кусочек чтоб он прям смотрелся классно что я планирую по этой работе дальше нужно мне вот этот вот кусочек вышить да и потом сижу и думаю то ли мне вниз пойти потому что там еще очень много будет морской пучины где тоже такая мешанинка мы же ее уже вот тут вышивали я знаю что это такое или пойти наверх оформить угол и спуститься вниз но наверху будет настолько скучно просто вот до безобразия то есть это будут какие-то такие сплошные зашивки но будет вышиваться очень легко и знаете мне кажется я брошу монетку орел или решка да и тогда буду знать но до этого у меня еще вот такой вот большой кусок работы здесь где-то наверное часа на два может даже нет может даже на три часа работы и потом будем переставлять пальцем и тадададам готовы готовы салфетка салфетка моточек не довязаны я салфетку не довязала не думайте как люди делают нормальные люди как делают нормальные люди спокойненько садятся и ищут схемы до складывают себе куда-то в папочку потом из этих схем выбирают то что подходит смотрит на эти схемы изучают предварительно как делаю я я же крючком давно не вижу зашла на пинтерест и он мне выдает не круглую салфетку а шестиугольник представляете я смотрю думаю а почему бы и да да и начала вязать при всем при этом там так мелко там так не четко вообще картинка очень не четко я попыталась найти по поисковику подобную картину чтобы было почетче до схема сама но я прям вот знаете вот приблизительно подсчитываю я потом поделюсь конечно схемы но вряд ли ну может быть конечно поможет и сама сижу и думаю вот вижу я эту салфеточку да там не салфетка на самом деле там мотив и потом эти мотивы соединяются шестиугольные и сижу и думаю кто же выдумал эти схемы наверно компьютер потому что там такая схема интересная я бы ее не разгадала помните я как-то вязала квадратики тоже мотивы до квадратные на топ и тогда я схему разгадала потом ее в интернете оказывается очень много зря я столько времени потратила их в этих квадратов было вот просто пруд пруди но и иди ищи а я увидела картинку и сидел и разгадывала схему вот эту я бы не разгадал друзьям и это еще не все это сколько там еще рядов то осталось еще три или четыре ряда у меня впереди то есть это будет прям большая большая такая вещь то а там еще мотивами но мотив большой да у меня здесь точно полтора часа заложено пока я там привыкала пока я вычитывала но я еще продолжаю вычитывать но ряд то теперь уже большой пока до начнешь пока довяжешь в общем вот интересно очень интересно на самом деле и очень необычно не стандартно лично для меня я смотрю и понимаю что мне нравится мне однозначно нравится интересно будет посмотреть как он будет выглядеть полностью уже оформлено здесь то пока видите такие волны а там он должен быть ну прям шестигранник посмотрим видно будет мне кажется я не удержусь так скажу сама для себя оля крючок рыжий под номером 3 ты вяжешь рыжим крючком запомнила если вдруг я знаете из серии куда-то убежала прибежала раскидала и забыла рыжий под номером 3 если что вы мне подскажете у меня всегда все знаете все запоминаете и хочу обсудить это все друзья это все все задания дня и хочу обсудить одну тему я ее каждый раз затрагиваю но я не знаю уже как писать куда писать где это обозначить друзья мои знаете вот почему не хочется снимать какие-то обучающие моменты потому что спустя время я не помню я не помню о чем я рассказывала три-четыре года назад даже самые популярные мастер-классы то есть мне надо 40 минут потратить на то чтобы пересмотреть свой собственный мастер-класс понять что я там объясняла и рассказывала и потом я же тоже расту за три-четыре года в как-то накопил еще больше информации где-то прочитала где-то увидела где-то внедрила и теперь вижу по-другому тот же самый росток вижу по-другому до если петь петли разворота вижу по-другому до многое чего я делаю по-другому сейчас и как вам сказать я не отвечаю на вопрос мне просто даже в личку написали почему вы не отвечаете на вопросы которые у вас под мастер-классами девчонки и вот правда я две недели честно отвечаю на вопросы после выхода мастер-класса потом перестаю это делать потому что я не помню правда не помню ну почему-то люди считают что такого не может быть то есть если ты выпустил обучающий материал ты его должен помнить до скончания веков но это не так абсолютно поэтому и когда мне тоже задают вопросы по тому же капору я сама вот посмотрела одним глазком посмотрел сколько я петель набирала приблизительно размеры вот эти которые я вам там показываю посмотрела все дальше я вижу самостоятельно добавляю петли по-другому убавляю по-другому делаю все на глаз и уже все по-другому понимаете и вот взять хотя бы вот это да манишку это вот эта манишка на мой взгляд выглядит лучше чем то которую я который я рассказывала в мастер-классе но я ее связала на глаз и не знаю даже где сколько петель я здесь убавила но мне кажется она смотрится лучше чем предыдущие и даже то которую вязала сестре вот это мне кажется пошире и получше смотрится ну вот так оно бывает это же творчество это же я же не ходячая книга не энциклопедия но в простите меня ну вот да не отвечаю я отвечать не буду даже если сильно попросите потому что я не помню не помню я вот что все друзья мои все наболтала так у меня сегодня пятница завтра суббота и я говорила о том что поеду в деревню но мы на следующей неделе сыном решили что садик не он не ходит а я могу взять подмышку ноутбук мама интернет хороший и туда поехать деревню на всю неделю до работать там а значит мне нужно собрать мой волшебный чемоданчик кстати я нашла свой чемоданчик волшебный и собрать туда процессы какие возьму вот сколько влезет столько и возьму а вдруг я поеду на 3 4 5 дней кто его знает потом расскажу вам что взяла с собой когда поеду может быть еще не завтра может и завтра я пока не знаю в общем увидимся с вами в следующем видео и обязательно об этом тоже узнаем пока друзья всем доброе утро у меня сегодня суббота мы еще дома мы решили что мы поедем завтра работать в деревню на всю неделю так я потеряла знаете что я потеряла ручку а нет ручку я нашла у нас с вами есть еще сегодня может быть завтра с утра подключусь и завершу этот влог то есть он пройдет в таком вот режиме знаете лайтовым но я с утра встала и думать чем бы мне таким заняться вот настолько я уже привыкла что мне нужно знаете сконцентрироваться на процессах на количество времени которые я им отвожу что вот все процессы которые у меня лежат я думаю не я их трогать не буду они у меня в игре участвуют ну как то это не 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 интересно что же мне потом показывать тогда у меня там сын смеется думаю слышно вам на заднем фоне он что-то включил в наушники и меня абсолютно не слышит а так и и и и в общем мы сижу и думаю а что повязать то что повязать у меня полчаса времени есть а я не знаю чем заняться в общем в итоге чем я занималась давать немножко отвлечемся потом перейдем сегодня у нас будет 11 день в пятерочке сейчас выдают такие вот билетики и там разные промокоды приходят на разные сервисы обычно я это все так отсеиваю до от себя и думаю так мне не надо это мне не подходит это я уже давно подписан это мне не положено в общем так я когда-то свои там букмейт и вот это вот все я вам иногда в кадре говорю даже чем я пользуюсь дополнительно и сейчас тоже новый сервис значит там я еще не была и скидка 500 рублей на покупку на полторы тысячи думаю нормально мне как раз продукты надо и тащить вот это все тяжелое в общем сидела еще полчаса этим занималась и изучила сейчас мне придет доставка я к чему к тому что никогда не отказывайтесь когда вам что-то предлагают какие-то промокоды акции бонусы вы выслушайте сначала потом думаете надо вам оно или не надо это я к тому что у меня тоже для вас ведь есть промокоды я вам об этом всегда говорю мои именные промокоды да там например на спорт на пряжу на что у нас там еще было ну на многое чего то что мне предлагают да я это пробую и потом вам рассказываю и промокоды в итоге получаются вот пользуйтесь обязательно это ну как бы выгодно если вам действительно нужно кто у меня тут убежал кто у меня тут уже и так мои процессы чем я занималась вчера вот ничем не считая того что я довязала эту салфетку смотрите что у меня получилось там на картинке идет шестиугольник я все не могла понять чему же у меня то не шестиугольник а какая-то звезда а потому что там соединяется потом вот эти вот части до соединяются с таким же мотивом и получается что он вот тут вытягивается немножко утягивается и за счет этого становится вот таким вот прямым они таким но меня этот вариант тоже устраивает я хотела именно чтобы это было дырчато но не сильно то есть дырчато она дырчато но не сильно не везде не филейная сетка да когда я довязала я уже нашла свою ошибку я вот здесь по схеме идут большее количество столбиков с накидом где по схеме вот вот здесь там выглядит прям как виноградик и потому что было по 5 а у меня всего по 3 но у меня получилась она более плоской да в плоскости плоской а по картинке давайте я вам вставлю картинку вставлю схему и вы поймете что она абсолютно не читабельная но если и вас заинтересует можете найти на пинтересте может быть вы найдете почетче картинку но я конечно просто вот под микроскопом там рассматривала то что то что усмотрела да то что просмотрела то и связала вот что у меня получилось ну красота конечно но подойдет мне не подойдет а давайте попробуем да у меня есть эта футболка уже который я купила надо попробовать ну нет так нет ну подумаешь будет домашняя белая футболка буду к вам к вам приходить в ней надо попробовать если понравится можно же купить еще можно связать еще пряжи у меня осталось даже но это не вся пряжа который у меня есть эта пряжа такая плотная да я джемпер себе нет топ я себе вязала топ футболку вот завершила потом вечером взяла свою лючью потеряла пряжу девчонки это вообще шедевр и знаешь что она у меня здесь ну как бы должна быть здесь под диванчиком я со всех сторон смотрю смотрю а там такой пакетик аккуратненький боком встал боком встал в общем да и так сейчас отвлекусь а мне просто написали что доплатить 2 рубля но видимо они там пересчет сделали муж картошка дороже стала да за счет веса я не знаю приложение пришло уведомление о чем я говорила нашла в общем эту пряжу она такая ведь так где кто куда откуда и я начала вязать я начала вязать снова спинку довязала перед немножко да там до пройм начала вязать спинку небольшие у меня тут вот уменьшение да на пройму так стоп я запуталась девчонки нет не это я и думаю что это у меня не то вот она спинка вот вот так вот в деталях пропала пропала в деталях да что же такое то ну вы посмотрите ну что происходит это как так случилось вот вот она вот она уменьшение а я смотрю там и таки и дака нет ничего не сокращала нет сократила вот все теперь мне вязать и вязать это вязать приятно возьму с собой в деревню буду вязать пока вижу думаю по поводу рукавов что я буду делать потому что непонятно пока для меня хочется мне знаете быть может сделать рукава все-таки без узора меня не смущает узор я легко его впишу но хочется сделать наверное без узора и знаете вот здесь рукав но я пока порассуждаю это не точь это не точно друзья мои здесь рукав более узкий а потом у локтя чтобы он расширялся да и потом снова сужался такой вот мешочек мне кажется в этой пряже оно должно быть хорошо потому что пряжа такая вот тяжелая струящаяся мне кажется будет это ну смотря сколько пряжи опять же у меня в наличии осталось 4 матка и 2 вот сейчас присоединила да думаю что хватит так ну что наболтала накрутила навертела как всегда обо всем и ни о чем одиннадцатый день но мы с вами развлекаемся да я же тут вас ничему не учу я кстати никак не могу внедрить мастер-класс даже на дзен потому что у меня все время идут какие-то влоги и я все еще это окошечко когда ну когда и да и условно я один день не профилонию вот что деревню поеду наверное там и все таки финальная цена состав заказов приложения и все таки у меня будет день окошко куда я внедрю этот мастер-класс уже готовое видео висит на канале так значит полчаса все бумажки здесь полчаса старт у меня старта финиш получился да так полчаса опять маяк закладка ну-ка повторим мы вчерашний день нет я себе сразу записываю маяк закладка так нет час мы будем вязать кардиган кардиган ой так и полтора часа мы будем вязать носки вот эта красота вот это я понимаю отдыхал очка и полчаса спорт сегодня не полчаса сегодня будет растяжка там минут 20 около того все с заданиями дня определила сейчас я соберу и покажу вам так закладка закладка была вчера вот так выглядит сюжетик будем продолжать полчаса это немного но все же дальше кардиган будем продолжать вязать рукав переставлю маркер и буду продолжать вязать рукав вот он у меня был бывший маркер до обозначающий начало вязания моего в игре и вот я его сейчас переставлю переставила и здесь должно что-то получится за час ну и полтора часа носки это очень много это очень много можно начать новые риски я же хотела мужские носки да но нет наверняка нет буду вязать вот эти вот за полтора часа то я уже должна справиться с одним носком и начать 2 я так думаю я так предполагаю но как пойдет как говорится да потому что выходные я буду тихонько монотонно немножечко работать и потом подключусь и покажу что же из этого получилось друзья как часто вы играете в игру домики на балконе мы сейчас здесь разложили все подушки какие нашли ну такие канаде не на тех на которых спим до диванные подушки и устроили здесь себе уголочек сын пошел чай пить и сказал что могу занять пока территорию здесь сидим поели мороженого слушаем свежий воздух потому что у нас сейчас такой дождичек идет периодически загнал нас дождь домой мы сходили по делам и зашли на вайлберрис мне от ирины пришел подарочек ирина благодарю моей коллекции не было только их наши бабулечки что-то жарят жарятся соседские отдыхают загорают слушают музыку у нас кстати есть колонка и мы сегодня с сыном с утра только раз я не знала что ирина мне прислала она просто мне прислала код и сказала оля забери подарок а мы с утра с сыном разговаривали вот поедем в деревню сидим мечтаем под яблони разведем костер а потом в костер фольгу что-нибудь там замотаем из еды и приготовим с двух сторон на углях вот сидели именно не просто на мангале а именно сделать такой костер знаете и кирпичи положить вот как раньше по старинке какие-то сидушечки себе тоже поставить и вот у костра посидеть подымить и значит тут подарочек от ирины ну конечно засвечивает но уже понимаете да это андриана сделать своими руками называется бабульки на пикнике и вот видимо его этот этот сюжет я и начну в деревне я его беру с собой если у нас мироном сложится вот это наша мечта если не будет сезон дождей то собственно говоря мы начнем этот процесс в деревне так ну а я вообще возьму всю эту папочку в которой у меня лежат такие мелкие сюжетики у меня здесь лежат бабульки которая в бане но баню я хожу и зимой и летом и осенью и весной а шашлыки и вот так вот в купальнике вряд ли пожаришь правда же зимой моржевать я еще не умею и здесь же у меня лежит вот этот маленький сюжет который я сегодня продвигала полчаса вот так вырос маяк вышивала исключительно только маяк вот за этой темной линией да вот вышивала только маяк получилось вот столичка ну как бы полчаса немного но вот эту папочку на полностью возьму с собой что начну не знаю там даже большие пальцы лежат правда только одни надо положить еще одни на всякий случай серии а вдруг всех бабулечек начну так потом мне выпадал или носки здесь я просто не запрятала кончик я их довязала один носок довязала вот так он выглядит странно правда да но на ноге смотрится очень хорошо прям вот тютелька в тютельку тут она тянется и прям очень очень хорошо смотрится так все засвечивает но мы их видели уже да почему кончик не спрятала сразу кончики не спрятала потому что я не знаю хватит мне этой пряжи или нет хватит мне этого остатка на такой же носок или нет если не хватит мне придется чуть-чуть под распустить здесь а сам кончик мысочек закрыть такой вот ниточкой да то есть тут я еще буду экспериментировать в общем за полтора часа я довязала носок и начала второй то есть резиночку здесь уже отвязала сейчас буду уже присоединять вот эту ниточку все с носками все полтора часа выглядит вот так но думаешь за полтора часа можно было бы целый носок связать но на самом деле нет если полноценный носок мы говорим да из пряжи носочного состава 420 на 100 но 420 метров на 100 грамм я один носок обычно вижу за один день не отвлекаясь ну то есть имеется ввиду на другие процессы не отвлекаясь я могу за день связать один носок поэтому скорее всего вязание носков это но минимум одного носка до 2 где-то 4 часа стандартный метраж ну то есть не быстро я вижу на самом деле и еще один процесс это был час здесь вот они мои продвижения да вот так но пол половина раппорта я тут не спеша не торопясь так засвечивает просвечивает на самом-то деле это конечно не так это выглядит вот так еще и заполнится пространство не рыхло ну то есть прилично сцепится все и уже смотрите да рукав он рукав он подходит мы подходим подходим но еще конечно нет конечно еще не совсем но мы уже близки до к пройме вот что у меня тут осталось у меня тут оставались вот такие вот два моточка я думаю что я их сейчас довяжу вот этот по крайней мере точно хотя может быть и нет и вот сижу думаю вот взять собой бы в деревню у меня тут листочек с моими записи ульками взять бы с собой в деревню но опять же опять же если только взять вязать второй рукав и это опять будет недоделанная расчлененка у меня уже такая есть да из серии на лючие моя там вот тоже и перед и спинкой все это путается будем вязать постепенно скорее всего этот процесс нет брать с собой не буду я ищу еще сумочку не могу найти она оказывается сзади устроилась сзади меня все друзья мои на этом у меня сегодня все буду завершать влог и чем-то заниматься вечером чем пока не знаю может быть начну вывязывать капр капюшон да там когда начнешь уже вязать этот капюшон там уже легче пойдет проще это уже второй этап и кажется что процесс запущен вот что что-то повышевать но не знаю пока не знаю посмотрим обязательно вам расскажу мы уже в следующих видео ну а пока у нас балконные посиделки рассказывайте бывает ли у вас так что вы с детьми тоже участвуете вот в таких вот каких-то посиделках мы пожалуй мы сегодня здесь будем даже ужинать можно еще свечи включить вечером но уже в ночи да это тоже интересные мне кажется эмоции воспоминания буду для ребенка все друзья увидимся в новых видео пока